В Екатеринбурге в храме Николая Чудотворца при Уральском горном университете состоялось освящение иконы святой царской семьи. Чин освящения возглавил бывший глава Екатеринбургской епархии, а ныне митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий. Это событие состоялось в юбилейную дату. Старейший вуз Урала отметил свое столетие. Накануне Екатеринбург отпраздновал столетие высшего образования на Урале. Именно сто лет назад, в 1914 году, император Николай II утвердил закон об учреждении Екатеринбургского горного института, ныне Уральского государственного горного университета. И надо было так получиться, что главный жертвователь в 1914 году стал организатором ареста императора. Владыка, я вам расскажу, может быть, вы не знаете этих фактов. И так драматично получилось, что, повторюсь, именно 16 июля произошло и возникновение института, 1914 года и убиения царской семьи в этот же день. Это событие – большая честь для вуза, который носил имя царя-страстотерпца, прославляемого ныне в лике святых. Горный университет – один из немногих уральских вузов, который имеет собственный храм. Правда, нельзя сказать, что процесс восстановления был простым. В 1920 году Свято-Никольская церковь была закрыта большевиками и перестроена. Но Владыка в 2002 году благословил меня на пост ректора, а в 2003 году благословил восстановление этого храма. Это был сарай, здесь никто не хотел работать. Это старое здание, которое было в свое время поругано. И мы благодаря молитвам и благословлению Владыки восстановили этот храм. Не случайно, что для освящения выбрана была именно эта икона. Ведь именно в Свято-Никольском храме была провозглашена последняя при жизни императора Николая II молитва о здравии царской семьи. Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с юбилеем, с освящением вот этой иконы. Дай Бог, чтобы она всегда нам напоминала об этом юбилее и молились перед нею, как той святыней, которая должна нас путеводить по пути правды, истины и доброты.